Пройдемся по оперативным направлениям. Что же там? Очень активизировалось Харьковское направление. Тут враг продолжает наступательное действие. Произошло за сутки на Харьковском направлении 19 боевых столкновений. Сотницкий казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск. В принципе все те же, добавился только Сотницкий казачок. Там идут боестолкновения. Мы просто наносим огневое поражение той диверсионной... Ну там уже нельзя сказать, что это диверсионная разведывательная группа противника. Скорее всего там уже подтянулись и регулярные подразделения регулярных войск Рашистской Федерации. Там не диверсанты воюют. Поэтому... Но сам населенный пункт он находится немного в низине. И поэтому у нас господствующая высота. И мы наносим огневое поражение по выявленным объектам. То есть еще одно место утилизации Рашистских войск. Вопрос выбивать их за государственную границу, я думаю, что он может быть даже и нецелесообразен сегодня. Почему? Потому что этот населенный пункт практически слился населенным пунктом, который находится на Рашистской территории. Вы же понимаете, что столько лет Советского Союза и граница между РСФСР и УССР была исключительно административная. Носила административный характер. Поэтому населенные пункты приближались друг к другу, строились практически... Никто же, что здесь РСФСР, тут УССР. Нет, это был Советский Союз. Поэтому сегодня, для того, чтобы зайти в Сотницкий казачок... Мы, кстати, об этом говорили, когда была первая попытка. Помните, было недели три назад, было такое серьезное боестолкновение с попыткой Рашистской ДРГ закрепиться в этом населенном пункте. Тогда мы их выбили сразу же. Они пришли без поддержки. И наша артиллерия и антидиверсионный резерв быстро выбили эту группу на территорию Рашистской Федерации. А сейчас они подтянули к себе подкрепление, пытаются закрепиться. И мы говорили о том, что для того, чтобы контролировать границу в этом населенном пункте, она проходит прямо возле домов. Необходимо брать под контроль, сразу же брать под контроль населенный пункт на Рашистской стороне. Поэтому я думаю, что, скорее всего, командование примет решение просто о очередном месте перемалывания Рашистских войск. Они будут заходить, мы будем их уничтожать. Например, как это происходит в работе. Сегодня мы будем его вспоминать в разных контекстах. И события, которые там произошли две недели назад, и события, которые происходят сегодня. Вот такой вариант Сотницкий Казачок вполне может на сегодняшний день осуществляться. Ну а глубокая Липцы и Волчанск. Тут, понятно, наши войска отбивают атаки противника. Я уже объяснял, почему они атакуют. Видите, они активизировались, плюс добавилось. Кстати, раз уже Генштаб считает, что это добавилось место, точнее расширение фронта произошло, раз уже Сотницкий Казачок мы считаем как место, где закрепились расширские войска, надо напоминать американским конгрессменам о том, что пора снимать ограничения на дальность 100 км и более. Как они обещали для американского оружия. Фронт расширился? Расширился. Они же сказали, если будет расширение фронта, значит разрешим наносить удары на 100 км и дальше. Так что ждем ответного сигнала со стороны Соединенных Штатов. Далее Купинское направление у нас идет. Здесь 4 атаки было за сутки, спал боевой накал, видимо выдохлись расширские войска, требуют перегруппировки для пополнения первого эшелона, чтобы осуществлять очередные местные штурмы. Но все равно 4 атаки распределились примерно таким образом у Синьковки, у Стельмаховки и у Новоселовки. Успеха противник не добился, понеся потери отступил на исходные рубежи. Наша линия фронта на Купинском направлении остается без изменений. Зато активно на Лиманском направлении наши войска отражали 14 атак оккупантов. И это было Грековка, Макеевка, Терны и Невская. Тут враг продолжает еще активно атаковать. Но мы улучшили на Лиманском, в районе особенно Серебрянского леса, улучшили свои позиции и в принципе довольно надежно их удерживаем. 14 атак врага, ни одна из которых не увенчалась успехом. Линия фронта на Лиманском направлении тоже остается без изменений. На Северском направлении, ну здесь у нас 10 штурмовых действий. Основные штурмы Белогоровка, Верхнекаменская, Клещиевка и Выемка. Но в принципе изменений они врагу не принесли, кроме уменьшения личного состава и техники вражеских войск. Все атаки были отбиты нашими войсками и мы не допустили на Северском направлении потерь позиций. И линия фронта остается без изменений. Краматорская. Вот тут враг резко активизировался. Практически в два с лишним раза увеличилось количество атак в попытках прорвать нашу оборону. Они решили пойти в районе Калиновки, Григорьевки и Клещиевки. Ну Калиновка понятно, там канал Северский Донец-Донбасс спрятан в трубы. И там есть место почти километр шириной, где просто ровное поле, под которым проходят вот эти трубы этого канала. Поэтому я думаю, что в Калиновке будет сейчас довольно большое обострение в плане попыток противника прорвать нашу оборону. И зайти за канал. Для того, чтобы потом вдоль канала, развернувшись вдоль канала, продолжить оттеснение наших войск от него. И обеспечение ввода на другой берег канала основных сил расширских оккупационных войск. Так что опять, скорее всего, на Краматорском направлении основное внимание будет смещено на северную часть этого оперативного направления. Северную часть линии фронта. Ну Юг остается тоже. Видите, Клещиевку они продолжают пытаться атаковать, но безуспешно. И продвижение на южном фланге, оно остановлено нашими войсками. Там уже давно нету никаких успехов у расширских войск. Ну а штурмы самого Часовьяра в лоб на сегодняшний день стали практически невозможными. Только удары артиллерии и авиации. Почему? Потому что, чтобы дальше продолжить штурмовать Часовьяр, надо перейти в канал. Вот они его и будут переходить, скорее всего, в районе Калиновки. Там, где он спрятан в трубы, там, где есть сухопутный коридор через этот канал. Так что, недаром здесь ситуация обостряется. Недаром количество атак увеличилось больше, чем в два раза. И ожидаем дальнейшей конфронтации именно на северном фланге Краматорского оперативного направления. Но на сегодняшний день точно констатируем, что линия фронта на Краматорском направлении не изменилась. Как была, так и осталась. Потерь позиций с нашей стороны не допущена. И враг успехов не добился. Линия фронта без изменений. Торецкое направление. Здесь очень тяжелая обстановка. Враг рвется на Торецк. Это населенные пункты Северная, Торецк и Нью-Йорк. Вот три основных объекта атаки со стороны рашистских войск. И количество атак 30. За сутки было зафиксировано 30 атак. Да, конечно же, прорыв противника на вот этот узкий в направлении Торецка. Он сыграл довольно плохую роль для нас. В плане того, что враг теперь может... Во-первых, враг там закрепляется. Там очень тяжелое положение с нашими обороняющимися войсками. Причем не столько в военном плане, сколько в плане управления и в плане морально-психологического. Там есть проблемы с, опять же, с командованием. С командованием в наших войсках. И что и привело к вот такому плачевному результату. В плане того, что батальон бригады, точнее, не удержал позиции. Или батальон бригады не удержал позиции на вверенном им участке. Но на сегодняшний день сейчас купировано продвижение войск противника. Враг остановлен. И пока что изменений в линии фронта на Торецком оперативном направлении мы не наблюдаем. Несмотря на такое огромное количество атак. 30 атак не принесли противнику никакого успеха в прошедшие сутки. Хотя, еще раз повторюсь, на Торецком направлении ситуация становится очень критической. А оно между такими двумя важными, как Покровская и Краматорская. И враг, конечно же, будет пытаться использовать это оперативное направление для захода либо с юга, либо с севера на соответствующие соседние оперативные направления. Для уже решения задач в оперативном масштабе. Не в тактическом, а в оперативном. Поэтому, надеемся, что генеральный штаб наш видит эту ситуацию и примет меры для стабилизации линии фронта и купирования продвижения российских войск. На сегодняшние сутки, еще раз повторюсь, линия фронта на Торецком направлении без изменений. Далее Покровское направление. Тут тоже ситуация остается одной из самых напряженных. 38 атак было предпринято расистскими войсками за прошедшие сутки. Атаковали практически по всей линии фронта. Новоалександровка, Воздвиженка, Калинова, Прогресс, Лозавадская, Новоселовка, Первая, Евгеневка, Уманская и Яснобродовка. При поддержке авиации и артиллерии враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых ими позиций. Но видите, есть небольшое уменьшение, незначительное уменьшение. Видимо это говорит о том, что по количеству атак и по их численности. Видимо благодаря этому наши войска в прошедшие сутки не допустили потерь позиций и удержали линию фронта на Покровском направлении. Кураховское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Невельская и Просковеевка. 11 попыток было предпринято рашистскими оккупационными войсками с целью продавить нашу оборону. Ни одна из попыток успехом не увенчалась. Наши войска наращивают оборону, линия фронта без изменений и в принципе справились с задачей по удержанию своих позиций. Потерь позиций с нашей стороны не допущена. Времевское направление. Тут 7 штурмов было за прошедшие сутки в районе Водянова, в районе Макаровки. Это основные были районы, где враг сосредотачивал свои атаки. Но они сейчас переключились на Водяное. Почему? Потому что там в районе Водянова находится перекресток дорог, по которым осуществляется логистика нашего гарнизона в Углидаре. В надежде перерезать эту трассу и таким образом осложнить логистику нашего гарнизона в районе Углидар. Почему? Потому что они даже оставили попытки штурмовать Углидар на линии фронта. И причем не только в лоб, но и с севера и с юга. Видите, они отошли немножко северо-восточнее и пытаются проломить нашу оборону в районе Водянова. Пока что безуспешно. На сегодняшний день на Временском оперативном направлении потерь позиций не допущена. И наши войска отбили. Линия фронта остается без изменений. Далее Приднепровское направление. Тут оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения сил обороны с позиций на наших плацдармах на левом берегу. Две атаки было предпринято за прошедшие сутки. Но опять идет спад. Видите, здесь тоже всего две атаки было предпринято. По сравнению 7-9 атак предыдущие несколько суток предпринимал враг для того, чтобы попытаться сбросить нас с левого берега Днепра. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Плацдарма продолжает сражаться, продолжает обороняться, наносить врагу максимальный урон. И также продолжает пытаться наращивать свои огневые возможности. Кстати, на одном из островов была попытка высадки российского спецназа для захвата этого острова напротив города Херсон. В результате наш спецназ вместе с морской пехотой полностью разгромил эту ДРГ противника. Никто с острова не вышел. Весь российский спецназ был ликвидирован на этом острове. И им там закрепиться не удалось. Так что мы контролируем Дельту Днепра. Мы стараемся контролировать по мере сил и возможностей. И остается у нас Волынское и Полесское направления, где оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Есть информация, ждем подтверждения, что якобы один из беспилотников залетал на нашу территорию через территорию Беларуси. Это либо провокация, либо это не соответствует действительности. Но вот тут очень хочется вспомнить вчерашнее, то, что я вам рассказывал. Цитата из речи самопровозглашенного диктатора Лукашенко о том, чтобы украинцы не баловались. Пока что мы видим, что может быть балуются белорусы. Как бы не было ответно, дрон по тому же маршруту полетит на территорию Российской Федерации. Так что, кто бы тут не баловался для того, чтобы не получить ответку с нашей стороны. А в остальном, обстановка, в принципе, там стабильная и контролируемая. Также на границе с Черниговской и Сумской областями тоже противник сохраняет военное присутствие. Производит обстрелы наших населенных пунктов с территории РФИ. Наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. То есть, практически, обстановка тоже особых изменений не претерпела. Но тут огневая дуэль, начиная от стрелковых стычек с ДРГ противника, заканчивая обменами арт-клерийскими ударами, она продолжается. По огневым задачам. По огневым задачам за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины нанесли 13 авиаударов по живой силе по районам сосредоточения живой силы в вооружении и технике врага. Поразили два района огневых позиций артиллерии врага. Один состав с боеприпасами уничтожен. Три района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники врага. Это 13 авиаударов по живой силе в районах. Это авиация. А здесь работали артиллерии и ракетные войска по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. По потерям. За прошедшие сутки потери расистских захватчиков составили 1110 оккупантов. Это в личном составе. В технике и вооружении враг потерял в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 11 единиц, в артиллерийских системах 54 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 57 единиц, в автомобилях, в автомобильной технике 54 единицы и в специальной технике 5 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях. Продолжение следует...